Беларуси утвердили новые тарифы на коммунальные услуги. Указ подписал президент. В среднем жировка подорожает на 5 долларов. За основу взята типовая двухкомнатная квартира с тремя жильцами. То есть для более просторной либо меньшей площади суммы в извещениях будут соответственно больше либо скромнее. Предполагается, что новые тарифы позволят довести уровень возмещения населениям затрат на ЖКУ в среднем до 70%. А по большинству услуг с учетом снижения их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение. В то же время в условиях роста тарифов усилят господдержку населения. Ожидается, что перечень получателей адресных субсидий на плату коммунальных услуг будет пересмотрен. По выявительному принципу у нас субсидии предоставляются пенсионерам, которые проживают отдельно от трудоспособных членов семьи, и инвалидам, то есть совершеннолетним нетрудоспособным гражданам, которые получают пенсию по инвалидности. В настоящее время система сама их находит, определяет и предоставляется субсидией. В дальнейшем предполагается расширить этот перечень по выявительному принципу. По заявительному может любой обратиться, и если условия соответствуют системе предоставления, то субсидии будут предоставлены. Сегодня в Беларуси действует единый принцип получения субсидий. На них могут рассчитывать семьи, которые платят за ЖКУ больше 20% своего дохода в городе и 15% на селе. В разработке новые категории получателей. Предполагается, что ими могут стать родители, которые ухаживают за малышом в возрасте до 3 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет. Также граждане, которые присматривают за инвалидами первой группы или пожилыми людьми старше 80 лет.